Всем привет! Меня зовут Илья Капитан, он же Skystar, и мы сегодня научимся новым финтам дриблингу. Погнали! Первым уроком у нас сегодня будет проход под кольцо, либо проход через соперника. Давайте покажу вам простой проход, после чего мы уже разберем его по частям. Погнали! В принципе, в этом проходе нет ничего сложного. Значит, как мы его делаем? Значит, берем баскетбольный мяч в правую руку, переводим в левую, слева направо. То есть, мы перед соперником не стоим никогда на месте. Мы не делаем однообразные движения, мы делаем все время постоянно что-то разное, что-то новое. То есть, мы не стоим на месте, мы двигаемся. Это первое правило. Какие-нибудь движения, любые, вправо, влево. То есть, мы не стоим, мы постоянно в движении. Мы можем делать восьмерку, как я вот случил, за спиной. После чего мы делаем резкое движение вперед чуть-чуть. И при этом, мы берем мячик баскетбольный в правую руку и кидаем его под правую ногу, вовнутрь. Вот таким вот образом. Раз. После чего мы делаем движение вперед. Раз. И побежал вперед. Давайте еще разочек. Раз. И побежал вперед. Я думаю, для начала вам это очень сильно поможет в баскетболе. Перейдем ко второму. Если вы находитесь перед соперником и не хотите двигаться вперед, а хотите поиграть с ним, да, как бы немножечко подурить его, то я предлагаю просто добавить еще пару движений. Давайте я продемонстрирую, а потом мы уже немножечко разберем их снова. Так. Теперь разберем, как мы его делаем. Значит, кидаем баскетбольный мячик под правую ногу. Раз. За спиной мы его заводим сразу же под левую. Вот таким вот образом. Два. Переход идет в левую руку. Мы вводим баскетбольный мячик. С левой руки под правую ногу. И опять за спиной. Давайте еще раз попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. С правой руки. От правую ногу. Вовнутрь. Раз. За спиной. С правой руки. Налевую. Два. С левой руки. На правую. Вот с правой ногой. Три. И четыре за спиной. С правой руки. На левую руку. Вот и все. Давайте еще разочек. С кавишка. Хоу. Ну а теперь мы сделаем обманный трюк. Как я люблю трюки обманывать соперника. Садить его на пятую точку. Давайте я предмонтирую вам один элемент, который ошарашит противника. И он просто не поймет, куда девался мяч. Но при этом вам не надо тормозить. Погнали. Итак, как делается этот элемент, как делается этот трюк. Значит, естественно, прежде чем делать этот элемент, этот трюк, перед вами, естественно, должен стоять соперник. Это раз. Два. Ни в коем случае нельзя делать этот трюк или элемент без дриблинга. То есть, если вы изначально не сделали дриблинга и сделали этот трюк, то 100% может этот трюк не получиться. Потому что тот человек, который будет перед вами, соперник, он увидит, что вы сделали этот элемент. Мало того, что вам надо сделать, чтобы он был незаметным, так еще и надо сделать перед этим дриблинг небольшой. Давайте я вам просто продемонстрирую немножечко, как это будет все выглядеть вместе с дриблингом. Потом мы вообще все разберем, посмотрим, ну и обговорим, что да как. Погнали. Так, дорогие друзья, как делать этот вполне себе легкий элемент в самом конце? Значит, мы опрокидываем правой рукой, правой рукой под ногами, вот под этими двумя ногами прямо в центре. Сзади за спиной мы уловим баскетбольный мячик в левую руку и выкидываем его наверх. Для вас изначально это будет очень тяжело, вы не сможете его выкидывать, вы не сможете его ловить. Но чтобы получилось более эффектно, старайтесь и у вас все обязательно получится. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть со спины, как я буду его ловить. После того, как вы уже научились ловить левой рукой за спиной, вы должны научиться кидать баскетбольный мяч, значит, этой левой рукой. Из-за спины, но так кидать, чтобы мячик улетал за соперника, либо уже ударялся об щит, как дела была и я. Давайте немножко продемонстрирую, как это будет выглядеть со стороны, из-за спины. Я сейчас спустил мячик в три разные точки. Вы должны примерно так же научиться. То есть кидать его в левую сторону, когда надо, в правую сторону, когда надо, так же вперед. Вот. При этом, когда вы кинули баскетбольный мячик, сделайте какое-нибудь движение, что типа мячик пропал. Вы можете сделать вот так, вот, или поймете пусы. И соперник, он немножечко затормозит, он не поймет, что произошло. После чего он услышит удар мяча. Он обязательно услышит удар мяча за спиной, но он не поймет, с какой стороны. Поэтому вы должны быстро среагировать, обойти его с другой стороны, ну, противоположную, которую он будет смотреть, забрать мячик и забить в кольцо. Вот и все. В принципе, все элементы мы показали. Всю полностью связку мы продемонстрировали. Сегодня был хороший урок из Кастара. До новых встреч. Я с вами, как всегда, секцию люблю. Субтитры сделал DimaTorzok свой YouTube-канал. Обращайся, ссылка под видео в описании к этому парню.